флешбек назад вы занимали спекуляции достаточно наркотиков вы посещаете психоаналитика ну да вот я такой вчера вчера ты крутой крутой привет друзья вы на канале национальная ассоциация аукционных брокеров сегодня у нас необычный гость это гуру и сенсей для многих современных молодых предпринимателей владимир маринович владимир здравствуйте да приветствую да заходим google вбиваем владимир маринович и что мы там находим мы находим владимир маринович эксперт по созданию бизнес-команд номер один в россии номер один это по версии кого или динам давайте так трудно найти того человека который бы сотворил столько сколько я всего натворил я руководил русским стандартом на северо-западе и это крутой для меня там экспертный такой опыт когда бренд с нуля в 97 году от задумки был доведен в 2002 до уже номер один на рынке я горжусь тем что был в команде рустама дариком и я видел как он строит команду и у меня была возможность реализовать свои идеи формирование успешной команды здесь в петербурге улыбка радуги это сейчас 800 магазинов 25 25 миллиардов годового оборота в 2005 году это тоже была просто идея это были 36 страничек бизнес-плана это же этот проект реализован был потому что мне удалось найти правильных сильных мощных людей каждый из которых своей функции был сильнее чем я также было в едином центре документов также в выгоде и также в дети в котором я очень горжусь это крутой проект по недавней оценке мы стоим миллиард 400 миллионов долларов еще четыре года назад ничего мы были очень маленькой микро компании почему потому что в эти проекты мне удавалось привлекать сильных людей я твердо убежден в том что все эти бизнесы стали успешными именно потому что я у меня получалось создать сильные команды а те проекты которые кстати не получались которых сгорали и мои деньги деньги инвесторов они не получались потому что мне не удавалось находить сильных людей поэтому я говорю на основании этих семи опытов 5 успешных и 2 неуспешных что тот опыт который у меня есть по формированию успешных команд он уникальный в россии я просто не знаю никого кто имел бы такой же опыт как у меня то есть у вас нет конкурентов поэтому вы номер один да 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 и И это не самонадеянность, это факт. Давайте кратко пробежимся по основным боевым заслугам. Get Taxi, Русский Стандарт, Улыбка Радуги, Дикси. Точнее, Мегамарт. Села, Бизнес-школа Верх, что не назвал. Нормально. Есть еще проекты, которые я создавал, которые были моими собственными проектами, которые я продавал. Например, достаточно крупное издательство юридической литературы. Это было в 95-м году. Мы тогда издали, наверное, штук 40-50 книг. Нормально я хорошо тогда заработал. Но надо было дальше развиваться. А это все-таки был такой в большей степени самозанятость, чем прям бизнес. И поэтому я пошел учиться дальше. И в 2008 году это 4P Group Нева. Это получилось большое агентство, которое занималось мерчендайзингом и ивентами. Мы дошли тогда примерно до 300 миллионов годового оборота. И потом я тоже свою долю в компании продал своим партнерам. Но они были хорошие, прибыльные, но небольшие. А вот как раз большие проекты, которые удавалось сотворить с деньгами инвесторов, да, этим я действительно гордюсь. Давайте возьмем самое известное. Давайте. Русский стандарт. Зачем раскручивать компанию и уходить практически на пике? Тут надо сразу сказать, что я в тот момент был классическим топ-менеджером и со всеми регалиями. Знаете, такое, настоящие дорогие часы, костюм. У меня было там 12 костюмов, 47 рубашек. Ну, то есть, служебный автомобиль, все по-настоящему. Но могу вам сказать, что у каждого менеджера всегда в жизни есть такая развилка. И это 100% есть у всех менеджеров. Ты либо растешь и становишься все более и более карьерным менеджером, и в конце концов ты становишься человеком, который зарабатывает, будучи генеральным директором SEO какой-то компании, 5 миллионов долларов. И, как вы знаете, есть руководители компании, которые зарабатывают белые деньги. Да, там многие, кстати, руководители телекоммуникационных компаний. Это примерно такой доход. Или даже может быть больше. Представляете, у тебя приходит смс-ка, аванс, да, там 17 миллионов рублей. Прикольно? Прикольно, да. Поэтому, первое, становиться карьерным менеджером. Или второе, все-таки сделать свой проект и становиться свободным человеком. Бабки или творчество? Точно. Ну, я бы сказал, свобода. Для меня свобода – это более такое важное слово, чем творчество. Хотя я, конечно, еще и творческий человек. Поэтому, наверное, крайний проект, в котором я был таким классическим топ-менеджером, это был Гевросип, это был RBI. Уже в Улыбке Радуги, где я был генеральным директором, но я очень плотно был внедрен в развитие продукта, формирование команды. Уже проявился мой предпринимательский подход к бизнесу. И последующий проект – это всегда были отношения инвестора и человека, который реализует этот проект, получает свою долю и идет дальше. Хорошо, я понимаю, вы уходили к свободе из компании, а были компании, из которых вас просили уйти? Хороший вопрос. Помните те два проекта, те два проекта, о которых я говорил, где сгорали и мои деньги, и деньги инвесторов? Да, вы упоминали. Я был собственником, со собственником этих компаний. И в первом случае и во втором мы расстались с моими партнерами, с моими как совладельцами, да? Потому что у нас было предельно, видимо, разное, не видимо, предельно разное представление о том, как надо развивать бизнес. И в определенной степени про ресурсы, пути, направления, что делать. И, конечно, это не было увольнение, это было просто понимание, что все, не получается, перпендикулярно. Две компании названия? Да, две компании. Кир-24 и Гирлянда. Давайте вот поподробнее о провальных, зашкварных фокапах бизнес-проектах, которые для вас стали именно такой вот точкой, когда вы думали, что, может быть, опустить руки и заняться чем-нибудь другим, там, флористикой или еще что-то. Но, которое вот совсем, совсем было близко к тому, чтобы надломить, то есть вот совсем фокап. Леня, знаете это, не дождетесь. Самый дорогой опыт, давайте назовем это так, самый дорогой для вас опыт. Хороший вопрос. Это когда было потеряно много денег или все деньги? Да, вот в этих двух ситуациях. Вот этих двух ситуаций. Да, это были еще прям большие деньги, которые я сам потерял в этих книгах, просто лично свои деньги я там потерял. Наверное, главное, что вывод, который я оттуда сделал, это очень важно, потому что для меня всегда важно, никто виноват. Важно, что делать. Так вот, вывод, который я для себя сделал из «что делать», всегда очень точно прописывать в партнерском соглашении, кто за что отвечает, кто что должен делать. И поэтому сейчас, кстати, с Андреем Игнатьевым, моим партнером по акселератору «Капитал будущего», один из наших продуктов – это создание вот этих партнерских соглашений. Потому что часто бывает так, как это у меня было, кстати, в этих двух проектах. Мы друг другу нравимся, все в порядке, мы удушевленные, мы классные, мы кайфовые. Через два месяца начинаются какие-то искорки, но это нормально. Через четыре месяца начинаются какие-то конфликты. Эти конфликты потом начинают разжигаться, и через полгода ты просто понимаешь, как ты вообще полгода назад не видел, что у вас просто разные представления о том, как надо делать дело. Но вот, что сделано, то сделано. И хороший способ себя защитить от этих неожиданностей – сразу на старте прописать, кто за что отвечает. Вот прям буквально. А еще, как думаете, какой важный пункт в партнерском соглашении надо прописать? Как расставаться с партнером. Как расставаться абсолютно. Особенно, когда все не получилось, когда все обанкротилось. Это хороший инструмент для защиты. Хотя все равно будут неожиданности, но это, по крайней мере, большую часть рисков снимет. Пример. Я сейчас продолжаю искать стартапы, я инвестирую. В этом году я зашел в три, в двух вышел в ноль, в одном потерял. Но я все равно продолжаю искать стартапы. И сейчас на меня вышел очень классный парень, изобретатель. И он придумал симку для сотового телефона, совмещенную с флешкой. Вот, представьте себе, вы вставляете симку, номер телефона, но при этом это еще и дополнительно 64 или 128 гигабайт для телефона. Неплохо. И вчера, когда стало понятно, что что-то уже получается, потому что один из крупных сотовых телефонных операторов уже сказал, да, нам интересно, мы готовы сделать тестовые продажи. То есть, вот это для меня очень важно. Рынок начинает клевать. Как вы думаете, на чем мы вчера закончили наше обсуждение этого проекта? Вы не договорились? Мы договорились на том, что мы начинаем с сегодняшнего дня срочно делать партнерское соглашение. И прежде чем мы подпишем договор с этим крупным телекоменационным гигантом, мы сначала договоримся, а что, какие доли, кто что делает, кто за что отвечает. Как делить пирога, и как уходить без пирога. И как уходить без пирога, и каждый без своего куска. На сегодняшний день в каких бизнесах вы задействованы, и какая ваша роль в них? В Гет я акционер, у меня есть акции и компании, и я с очень большим интересом жду... IPO-GET, который состоится в второй половине 2019 года. Это... вам это ничего не скажет. У меня много-много акций. Вот. Это... потому что постоянно доли размываются, туда входят новые-новые инвесторы. Например, Volkswagen. Например, Сбербанк. Крупные инвестиционные... Много-много это больше 20%? Это меньше 20%? Меньше 20%. Да-да-да, потому что... Потому что Гет это же крупное, я понимаю. Да-да, давайте так. Чтобы вы понимали, оценка Гет сейчас миллиард 400 миллионов долларов. Да, и значит, это было бы прикольно. Сколько? 280 миллионов быть владельцем пакета на 280 миллионов долларов. Да-да-да. Или нет? Я даже не знаю, сколько это в процентах. Я просто знаю, сколько у меня акций. Это много сотен... Вадимир Маринович не знает, сколько у него акций в Гет. Да, у меня много сотен тысяч акций. Много сотен тысяч акций. Сочно. А в процентном выражении сколько это? Кстати, хороший вопрос, надо будет поинтересоваться. Вы же топите за то, чтобы знать, какой кусок пирога. Вот я спрашиваю про пирог в Дете. Да, ответ. Мой пирог это много... Давайте так. Это многие единички, сотен тысяч акций. Вот так. А процент хорошо, я увеличу. Если так интересует, то я узнаю нашего финансового директора, и я сообщу. Договорились. Это Гет. А еще, кроме Гетта, чем вы занимаетесь? Я был в этом году еще в одной компании официально. И я сейчас из этой компании выхожу, потому что ребята, стартап, которые сделали эту компанию и которые ее развивают. Четыре основные функции управления проектом. Планирование, организация, контроль, стимулирование. Планирование – ок. Организация, понятно. Стимулирование, да? Контроль. Очень сложно контролировать, когда ты не получаешь исходных данных. И поэтому я принял решение выходить из этой компании, потому что когда ты находишься внутри компании, и ты не понимаешь, что там происходит, может прилететь. Не хочется. Точно. Вот уже прям... Гетте, у вас есть акции. Да, да, да. Помимо Гетта? Официально больше нигде. Официально больше нигде. Да, у меня было несколько подписанных партнерских соглашений, потому что одно из моих правил состоит в том, что прежде чем входить в компанию, мы сначала договоримся, кто за что отвечает. Месяц-два живем в этом режиме, и после этого я захожу в компанию. Ну, знаете, такой испытательный срок друг для друга. Поэтому в Гетте официально, из одной компании, в которой был официально, я выхожу, и в двух компаниях я был на уровне партнерского соглашения, и я из них просто вышел, сказал, все, я в бизнесе не участвую. Владимир, вы очень занятой человек, и мне пришлось около месяца точно выбивать у вас время для этого интервью. Расскажите мне, пожалуйста, как вот ваш распоряд огня, с чего он начинается, во сколько он заканчивается, то есть, чтобы вы успели сделать абсолютно все, что вы делаете, ваши консультации многочисленные, школа, и все, 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 все. Давайте вначале там три трека основных моей активности, и тогда станет понятно, как они... Знаете, я опишу весь пирог, а потом станет понятно, как этот пирог кусочками в течение дня размазан. Значит, первый трек. Я продолжаю искать проекты. Вчера я был на форуме малого и среднего предпринимательства в Ленэкспо, и, чтобы вы имели представление, наверное, 10-12 проектов я отсмотрел. Это, например, сеть кабинетов психологической разгрузки, или там девушка, которая создала женскую футбольную команду. Это вы каждый день занимаетесь просмотром новых проектов? Практически. Например... Сколько в день уходит времени у вас на это? Ответ. Вчера это заняло примерно 2-3 часа, и сегодня, после нашего интервью, я поеду на встречу с моим партнером Андреем Игнатьевым, с владельцем 220 вольт. Мы будем как раз замышлять о том, как мы... Помните стратегическая сессия, да? Конечно. Вот мы будем строить нашу стратегическую сессию, план нашего развития, нашего акселератора капитала будущего, в 2019 году, как мы будем продолжать искать эти проекты, в которые мы входим, потому что, понятно, меняются тренды, были, была на хайпе криптовалюта, новые. Ответ. Каждый день, наверное, это занимает у меня 2-3 часа. Итак, план. Обычно я просыпаюсь плюс-минус около 7. Первое, что я делаю, вы точно знаете, если вы читали или слушали в моих подкастах или в моих интервью, как думаете, что я делаю первое, после того, когда я проснулся? А, возможно, какие-то новые заметки либо новости? Ну, 100% тянетесь за гаджетом. Точно, новости, где? Так, кранч. Первое, что я делаю, да, я вот проснулся, я, как правило, легко просыпаюсь, мне не надо там полчаса приходить в себя. Так, кранч. Мне очень важно полистать, посмотреть, что там нового, интересного в так кранч. Кто с кем лился, слился, кто с ним разбился, кто сколько денег привлек. Это для меня прямо очень интересно. Ну, понятно, потом утренние процедуры, потом я ребенка везу в детский садик или там к бабушке. И после этого всего пошла деятельность. Сегодня у меня с утра был скайп с компанией, которая занимается очень интересным продуктом. Это биллинг для компаний, продающих время, рекламное время, вообще рекламу внутри игр. Вот, оказывается, игровая индустрия, это настолько уже игровая, огромная индустрия, что там уже появляются такие сервисы, которые очень востребованы. Вот как, например, человек, который хочет сейчас докупить снарядов или там луков и стрел, вот как его это прямо быстро вот сейчас сделать. И там биджеты очень хорошо, интересный такой проект. У бокси различные, да. Точно, да, 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 да. Да, вот с этой компанией у меня сейчас были переговоры. Во-первых, им нужна стратегическая сессия. Второе, они ищут инвестора, у них есть результаты, но поиск инвестора это тоже работа. Соответственно, давайте сегодняшний день. Сегодня сейчас с вами в 12 с Андреем Игнатьевым, там стратегическая сессия. После этого два проекта. Я буду рассматривать это мини-яхты. Парень сделал производство мини-яхт. Настоящие мини-яхты на электрическом двигателе, правда, ну, ну, кайфово. И второй проект очень тоже для меня интересный. Я обычно пытаюсь не идти в офлайн, но бывают, знаете, такие заряженные люди, которые тебя зажигают. Поэтому первое, вот это мини-яхты, а второе, гидросамолеты. Два человека сделали оснастку, и они производят гидросамолеты на двух человек. Это для охотников, для бизнесменов и для рыбаков. Вы можете с Невы стартовать и улететь. Дальность полета 500 километров, высота полета 3 километра. Пожалуйста. Настоящие гидросамолеты, причем со всеми разрешениями, продают два гидросамолета в год. Причем туда, в мир, на австрийских двигателях. И меня это тоже заинтересовало. Я в детстве, кстати, хотел быть летчиком. В 6 часов у меня самолет в Екатеринбург, завтра будет Синерджи-форум в Екатеринбурге. Я там выступаю с командой Мечты, с моим ключевым мастер-классом. И у меня там уже, по-моему, 5 или 6 встреч с предпринимателями Екатеринбурга и тоже с проектами. Поэтому первый трек это поиск стартапов и, соответственно, их отфильтровывание и так далее. Второе, это публичные выступления, потому что мне нравится рассказывать то, о чем я вселен, это как создать команду Мечты. И третье, чем я учусь. Я много читаю, я много слушаю и вот это три основные мои деятельности. Вот, пожалуйста. Очень большая загрузка, очень много стресса, очень много информации. Вы посещаете психоаналитика? Нет. Когда-то было такое? Нет, не никогда. И могу сказать, что я к этому хорошо отношусь. Это нормально. Делать гигиену твоего душевного и психического головного состояния. это нормально. Как вы это делаете, сбрасываете стресс? Вы знаете, скажем так, давайте по-другому. Я делаю так, что его нет. И у меня есть очень, правда, у меня есть очень простой и очень хорошо работающий инструмент. Я, в принципе, не делаю то, что мне не нравится. То есть, я не даю возможности появиться стрессу. Я не ем то, что я не хочу. Я не пью то, что я не хочу. Я не работаю там, где я не хочу. Я не работаю с тем, с кем я не хочу. И, коллега, чтобы вы знали, если бы мне не хотелось на сегодняшнее интервью, то меня бы здесь тоже не было. Поверьте, что возникла бы обязательно архиважная причина, почему вот хочу, но не могу. Подытожим все еврейским анекдотом. Как вы расслабляетесь, а я не напрягаюсь? Да, конечно, напрягаюсь. Другое дело, что я напрягаюсь. И перенапрягаюсь. И перенапрягаюсь, но ключевое слово в том и с теми, с кем мне хорошо и комфортно. Можно совершить любые невозможные, невероятные проекты, но с теми людьми, кто тебя делают сильнее и кому ты делаешь комфорт в твоей команде и которые, в конечном счете, работают на тебя не потому, что ты им платишь, а потому, что им с тобой хорошо и интересно. Наверное, ключевая фраза состоит в следующем. Для того, чтобы не уставать, нужно не только меньше тратиться или эффективнее тратиться, но еще и не терять энергию с теми людьми, с кем ты не хочешь работать. А я умею это делать. Владимир, вы очень часто появляетесь с бокалом минералки и вы употребляете алкоголь? А-ха-ха! У меня случилось два каминг-аута в этом году. Не-не, все в порядке. Я перешел с мяса на рыбу и это удивительно, потому что все мои знакомые знают, что я еще недавно был такой, знаете, заядлый мясоед. Просто так произошло. Почему-то мне теперь нравится больше рыба, чем мясо. В этом нет никакого, знаете, насилия над организмом, типа, я ЗОЖ. Нет, просто почему-то. В последний раз мясо я ел, наверное, месяц назад. Кстати, осколок из бывшей империи гирлянды, ресторан гирлянда на Рубинштейнах-12. Очень вам рекомендую, друзья, там настоящее мясо, которое ни разу не было заморожено. И второе, это правда, да, я теперь пью только чистую воду, ну вот вообще, просто я пью только воду, я не пью чай, кофе, ничего не пью, кроме воды, хотя, опять же, это не есть как-то принципиальная вещь, и сегодня вечером, когда я прилечу в Якат, наверное, где-то в 8-9 вечера, я в гостинице возьму себе один шот виски, как правило, я все-таки это виски, и там 1-2 шота, и мне будет достаточно этого, до Нового Года, когда все-таки бокал шампанского, ну там, сам Бог велел. А были моменты, что вы злоупотребляли алкоголь? Нет. Нет? То есть вы всегда знали меру? Да, ну, я вам даже скажу, я знал, что моя мера это 400 грамм. Чего? Крепкого алкоголя. Я просто знал, что вот дальше мне идти не надо. После этого вы прекращали или ехали домой? Нет, я прекращал, не-не, я прекращал, просто я, есть очень хорошие показатели, во-первых, это в граммах, а во-вторых, как только я начинал себя ловить на том, что я начинаю говорить не как обычно сейчас с вами, я ведь говорю быстро, но внятно, но как только я начинал говорить медленно и бархатисто, и уже не очень внятно, значит, все, по рандик дошел, и мне в этом состоянии хорошо. А сейчас вообще все пришло к тому, что, ну вот у меня скоро будет день рождения, все уже пришло к тому, чтобы получить кайф, удовольствие и легкую степень эфаерии, не нужен алкоголь. Достаточно продолжите фразу. Наркотиков? Правильных людей, правильных людей, которые поддерживают тебя, которым ты нравишься, которые любят тебя, которые уважают тебя, правильных людей. Вот, и на мой день рождения как раз собираются именно такие люди, для меня это очень важно. А по поводу наркотиков ваше отношение употребляли когда? Но нет, это пробовали? Это зло, это хорошо, я же обещал, как есть. Да, я один раз попробовал и нет, это не мое. Что пробовали? Это была марихуана. Владимир Маринович, сегодня это предприниматель или все же уже в большей степени бизнес-тренер? Нет, точно не бизнес-тренер, потому что тренер в моей картине мира это такой человек, который, ну там, тренирует. Я не тренирую, я почему наставлю на слове мастер-класс, потому что это рассказ об опыте. И, конечно, это можно делать гораздо более системно, правильно, по правильным там, каким-то наукам, это можно делать лучше и качественнее. Но если вас, друзья, интересует опыт, работает, не работает, грабли, успехи, инструментарий, практические фишки, то вот здесь действительно я готов делиться, что у меня, в каких компаниях сработало, что не сработало. Поэтому в большей степени я не тренер, я человек, который дает мастер-классы. Хотя в том, чтобы провести стратегическую сессию, я реализую и свою предпринимательскую функцию, потому что каждый из этих проектов начинался со стратегической сессии и вот вы знаете там цель, план, задачи. Вы в этом приняли участие и вы знаете, как это работает. Заканчивается все твердым планом с описанием кто за что отвечает, когда, с каким ресурсом, к какому результату должен прийти. Думаю, что предприниматель. Сейчас я не бизнесмен, потому что у меня нет бизнеса, который, знаете, там на меня работает. Я акционер-гет, мы уже с вами об этом говорили. И я предприниматель, даже можно сказать, я самозанятый, потому что у меня нет структуры, которая отдельно от меня гонит поток стартапов. Нет структуры, фильтров, которые из этих стартапов выбирают интересные стартапы, перспективные, трендовые стартапы. Я все делаю сам, мне это очень нравится. Например, завтра я выступлю на Синерджи Глобал форуме в Екатеринбурге и я знаю, что после того, когда я выступлю, я пойду в фойе, обязательно ко мне 10-15 ребят придут и они скажут, что у меня такой проект, у меня такой проект, я сделал это, я сделал то. И я посмотрю, что из этого мне интересно и дальше мы начнем работу и посмотрим, может быть, еще какие-то... А меня есть контактами и возможно что-то получится. Да, да, да. Поэтому я сейчас, я предприниматель, который активно делится своим опытом. Я бы так сказал, это точно описание моей шляпы. Владимир, на своих тренингах вы откровенно с людьми говорите. Сколько ты зарабатываешь? Ты должен знать свой доход. Да. Ты обязан знать, сколько ты тратишь. Но ни в одном интервью я пересмотрел их 8 часов ваших интервью, вы не говорили о своих доходах. Владимир, сколько вы зарабатываете в месяц? Поскольку нет пассивного дохода и Гетт только во втором полугодии 2019 года выйдет на IPO и я стану тогда, да, очень обеспеченным человеком. Потому что, ну, по последней оценке, по которой зашел один из крупных инвестфондов, я уже, конечно, пересчитал свои акции по стоимости этих акций. Я понимаю, что это будет, ну, вполне себе такая приятная цифра. вот эти за цифрой сколько в месяц получается? Получается порядка полтора-два миллиона в месяц и из них большая часть денег улетает на путешествие. Я очень много езжу. А из чего складывается доход? Что это акции Гетт, что это ВЕР, что это? Гетт не приносит денег. Гетт, это не пассивный доход. Это еще инвестпроект, туда почему я и сказал. То есть это ваши тренинги? Тренинговое направление? Да, это консалтинг. Но еще раз, отрицаю слово тренинг. Я с презрением отношусь к этому слову. И для меня самое главное это слово, это слово мастер-класс и консалтинг. Это важнее. Есть одна простая вещь. Знаете, Зинаида Гиппиус была такая поэтесса в начале 20 века. Она сказала такую прикольную вещь. Если нужно что-то объяснять, то уже ничего объяснять не надо. Я твердо в этом убежден. И поэтому в моей картине мира тренинги это одна из самых бесполезных вещей в мире. Потому что если человек хочет продавать, он что делает? Продает. А если он не хочет продавать, то сколько его не тренируй, он продавать никогда не будет. Вместо этого он будет говорить про плохую погоду, кризис, фемерное потепление климата и тому подобные вещи. Поэтому есть люди, которые продают тренинги и они приносит пользу только тем, кто хочет улучшить свои существующие компетенции. Я же даю опыт, знания. И еще раз говорю, они может быть не очень системные, но они очень практичные. А кто хочет, тот берет. Дурак, прошедший тренинг просто замотивированный дураком. Отнять не уничтожен. Маринович топит за белый бизнес. Я часто слышал, ребята, выходите из тени. Давайте поговорим об этом. Ваш первый заработок был, вы работали францовщиком. Да, да, да. На рынке. Спекуляция. На тот момент это была уголовная статья спекуляции. Не, выиграть. Как вы? Но была уголовная статья, четко описывающая конкретно ваши действия. Возможно, в вашей картине мира оно было по-другому романтично, красиво и хорошо. Но на тот момент вы занимались спекуляцией или были просто францовщиком. Мало того, там вообще были валютные операции. Валютные операции. Да, потому что доллары, доллары, доллары. В Польше доллары принимали. Давайте поговорим об этом. В какой момент студент СПБГУ журналистского факультета решает, что я готов, я хочу рискнуть, у меня получится. И где вы взяли деньги на первую поездку, первую ходку, как это называется? Это очень просто. Я жил на 10 этаже, а на первом этаже жили ребята из Китая. Уже тогда, в 88 году, были группы китайских студентов, которые приезжали в Петербург для обучения русскому языку. И уже тогда у нас шел бизнес. Я спускался на второй, третий этаж, где китайцы и ребята эти жили. А я уже тогда очень был контактным, знакомился. Я покупал у них аудиокассеты, видеокассеты, плееры, диктофоны. Вот это вот все. И чтобы имели представление, я потом лично сам продавал на галере гостиный двор, тогда назывался галерой. Знаете, вот эти арки гостиного двора, это называлось галера, и там все фарцовщики вот это все продавали. Ну, так же на Опрашке, на Некрасовском, но вот я на галере. Покупал я кассету, например, за 3 рубля продавал на галере за 10 или в комиссионку за 7,5. Вот я так заработал свои первые деньги, там первые 100 долларов, это была баснословная сумма. И куда вы с ней поехали? В Польшу, за джинсами. За джинсы? Да. За джинсами. За джинсами. За сколько было джинс? Сейчас, значит, это сколько уже стоит, господи, 30-30 злотых, 40, это примерно 3-4 доллара, 100, ну, 30-35 джинсов я привозил, и здесь потом они продавались за 3-4-5 раз дороже. Маржа 300-400 процентов. А на видеомагнитофонах еще больше. 200 рублей, покупаешь югославские динары в Центробанке, точнее, чек туда, в Белград, видеоплеер покупаешь, тенсай, кенсай, такие тогда были марки экзотические. Возвращаешься в Петербург и продаешь за 3200-3500 рублей. Вот такие. Айва, да, еще были. Да-да-да-да-да-да. С одного видеомагнитофона могло получиться 2-3 тысячи рублей. Около того. Да-да, это правда. Вот такая сумма была. Это, в принципе, в то время упадок, то есть, это было сколько зарплат средних? 15. 15 зарплат. Да, 15 зарплат. И это у тех, у кого была работа в тот момент? Да, точно. То есть, на вас смотрели со злом, негодованием? Хороший вопрос. Ну, во-первых, тогда была адская инфляция. Поэтому, вот это очень, коллеги, сейчас это, вообще, трудно даже представить, что это когда было. Сейчас вы, так, знаете, такой флешбек назад. Сейчас инфляция, официально сколько? 5-7 процентов, ну, там, допустим, 10, да? Когда в год инфляция 300, 500 или там 1000 процентов, если ты сегодня не купил, то завтра ты на эти деньги купишь, там, в полтора раза меньше, а после завтра в два раза меньше. Поэтому, надо было срочно покупать. То есть, с одной стороны, деньги вроде были большие, но они очень быстро обесценивались. Это первое. И второе, с моим товарищем, Сергеем Филипповым, он сейчас руководит Сбербанком в Мурманске, в Мурманской области, вот такую карьеру интересную построил. У нас была специализация, кроме джинсов и видеомагнитофонов, у него был выход на склады, где он покупал тушенку и продавал тушенку. А у меня был выход, и я торговал еще и гречкой. Вот у меня был выход, помните, вот эти брикеты, брикет кипятком запариваешь и становится много. Мы были очень такие всегда рады, хозяева, потому что к нам приходили студенты, и мы делали вот эту кастрюлю этой гречки с этим тушенкой, с дышенкой. Онкл Бэйлс, по-моему, были первые тогда, да, или отечественного производства. Не отечественного, это какие-то были, да, брикеты, вот представьте себе. Вы были фарцовщиком в те самые лихие и кровавые 90-е годы. Вы за одну ходку могли привезти 2-3 тысячи рублей. Скажите, пожалуйста, как вам удалось в принципе выжить в эти страшные годы? Потому что, скажем так, мы все помним прекрасно, что было с людьми, которые начинали зарабатывать много, на них обращали внимание. Какие у вас были взаимоотношения с различными бандитскими группировками? Можно я вам скажу честно? Да. Откупался. И знаете что? Все так. В те времена все откупались. Не откупаться было невозможно. Вы приезжали, к вам приходили ребята, вы говорили здравствуйте, всего доброго, до свидания. Ну, это вообще, это же на всей цепочке зарабатывания денег на каждом звене там были люди, которые получали свою мзду. Ну, например, хотите? Я иду с сумкой полной товара на Варшавский вокзал. Тогда он еще работал как вокзал, ну, в Польше. И все, и там, нас же таких, как я, можно было вычислить. Мы одевались даже однотипно с этими еще, тем более, кличетая сумка. Точно, точно с этими кличетыми сумками. Стоит машина, из этой машины выходят два человека и все, они просто тебе объясняют, что у тебя есть два варианта. Вариант первый, или ты сейчас заплатишь проходную таксу, или там поезд уедет без тебя. Не, никто ничего не будет, тебя не будут бить, ничего, просто поезд уедет без тебя. На каждом этапе, ну, например, ты едешь и пограничники. И пограничники очень спокойно тоже брали в те времена свою мзду. Какая такса была, чтобы выйти хотя бы в окупаемость? Относительно небольшая, ну, как, относительно большая. Они брали количество. 3-5 долларов, но тогда, чтобы вы понимали, доллар стоил 10 рублей, а за 9 рублей можно было купить штаны. Попробуйте теперь пересчитать на текущие деньги, 3-5 долларов. Или там, сигаретами брали, надо понимать, это я имею в виду не крыша, которая там, а это именно вот эти вот на каждом зине цепочки. Они брали помаленьку, они понимали, что корову надо доить. А крышевал вас кто? Вот с этим мне было проще, потому что я был неуловимый Джо, точно так же, как сейчас. Я ведь, знаете, искренне считаю, что лучший бизнес это бизнес, у которого нет никаких оффлайновых активов. У меня не было магазина, у меня не было ресторана, у меня не было ничего, куда можно было бы прийти. То есть, по факту за проезд а дальше уже все было хорошо. Им сда на вот это вот на галлере или на некрасовском рынке. Ну, на опрашке я просто в комиссионку сдавал. Какая самая лютая, вот именно олицетворяющая 90-е из истории случилась с вами или, возможно, с вашими знакомыми, которая вот может описать вот все то, что было в 90-е? Самую лютую я не скажу, я скажу такую предлютую. В те времена такая была система, господи, как они назывались? Купоны, талоны, талоны. Значит, вам в месяц выдавали лист талонов на сахар, на кофе, на колбасу и надо было отрезать и в магазине, соответственно, вы не могли купить просто так, только вот с помощью этого талона. Я вырезал из этого талона кофе, водку, по-моему, все. Ну, может быть, еще что-то, не помню. Ну, вот кофе, а там было на все, на колбасу, на крупу, на вот это все. И тогда на Садовой был самый большой в Петербурге рынок, где продавались эти талоны. По-моему, за 40 рублей можно было купить вот эту талонную простыню, потому что еще раз в магазинах невозможно было что-то купить без этих самых талонов. Это были, конечно, адские времена. Я не хочу туда возвращаться. И у меня нет никакой ностальгии по советским временам. Я считаю, что в советские времена это, ну, были, это была ошибка. Я искренне так считаю. Хотя я жил в хорошей семье, мой отец очень хорошо зарабатывал, он был большим руководителем на железной дороге, но никому не рекомендую, друзья, возвращаться в Советский Союз и ностальгия по Советскому Союзу. Это скорее ностальгия по... Раньше была трава зеленее, а небо голубее. Возвращаемся. И я, знаете, что делал? Я вырезал кофе, алкоголь, не помню, ну, может быть, что-то еще, или все. Ехал на Садовую и просто отдавал там женщинам, которые туда приходили, потому что, ну, им не хватало. А я именно отдавал, не продавал, а отдавал. Когда я вот такой женщине сказал, знаете, что она сказала, я не возьму. Я говорю, почему-то, пожалуйста, берите. Она говорит, я не возьму, как вы же, она мне говорит, как вы сможете выжить без этого, без этой купонного, купонной книжки, ну, короче, без этих купонов, талонов, как они назывались. Ну, вы же помните, да, джинсы, видеомагитофоны, гречневая каша. Вообще для меня вопрос не был. Но тогда меня пробило, что передо мной стоит конкретный человек, у которого нет возможности поехать в Польшу продать джинсы или там спекулировать на гречневой каши, а для которого эти талоны, это вот вопрос жизни и смерти. Ну, ладно, не смерти, но жизни. Выживание. Выживание. И меня это так вот тогда прям торкнуло, и тогда я понял, вот где мы, в какой мы же в тот момент находились. У меня нет никакой ностальгии по тем временам. Это для меня вот такой вот образ, это сцена, это, наверное, образ тех времен, и я туда не хочу. Хотя я тогда нормально все жил, пожалуйста, вообще счастливого, студенческие годы, ностальгия, конечно, по тем временам есть. За что вам по-настоящему стыдно? У меня есть одна история, за которую мне стыдно, и не знаю, я бы не хотел, я бы не хотел ее публиковать. Она есть, она есть, и я о ней помню, хотя это было много лет назад, и мне за нее стыдно, и я с этим живу. Это меня не грызет, это меня не убивает, я не, знаете, там каждый день, как же я мог, и тому подобное. Все, у меня есть такой скелет в шкафу, но могу сказать, что сейчас я делаю все, что могу, для того, чтобы, знаете, там, в мир вернуть то, что я тогда не сделал. Поделитесь мудростью, как правильно заканчивать партнерские отношения? Вовремя из них выходить, уметь понимать, и на определенной стадии об этом появляются сигналы, что у тебя с этими людьми не просто разные мнения, как решать задачи, ценности разные. И вот лучший способ, друзья, не создавать проблем в бизнесе, это изначально понимать, а какие ценности у этого человека. Ну, например, в одном из проектов, из которого я немедленно принял решение выходить, это когда мой партнер принял одно очень рискованное решение, не согласовав со мной. И для меня это было просто, потому что есть вещи, которые оно нельзя. Понимаете, там, если у нас с вами бизнес, то одевать вам белую рубашку и голубую, это ваше личное дело. или там, купить или не купить, там, ксерокс за 3000 или за 5000 рублей, если это в бюджете, то, ну, пожалуйста. Но, когда было принято сущностное решение, которое прямо влияло на здоровье бизнеса, быть ему или не быть, и подводило его под определенные риски, вот в этот момент я понял, что, знаете, есть такие вещи, которые, есть такие ошибки, которые нельзя делать. Согласны? Абсолютно верно. Скажите, пожалуйста, чем закончилась эта история? Риски были оправданы? Нет, конечно нет. то есть, то, ради чего он это сделал, не сработало, он ожидал, что после этого пойдет вот так. И, кстати, после этого, я часто говорю, что предприниматели очень часто хотят найти решение, когда, знаете, как барон Михаузен, ты себя за косичку из болота вытаскиваешь, да? Нет такого, такого нет, это не бывает, вот это, знаете, поиски волшебной фишки, этого не бывает. Бывает, здесь докрутил, тут добавил, тут улучшил, тут уменьшил, тут увеличил, вот, и все, совокупность этих правильных движений дают правильный результат. А ваша фраза волшебной пилюли не существует? Точно. И у меня досада и злость есть не потому, что он принял рискованное решение, а оно не сработало, знаете, там, победитель инсуид. Нет, принципиально невозможно, когда ты принимаешь сущностное решение, когда это решение подставляет твоего партнера, поскольку он является генеральным директором, для меня это в принципе невозможно. Понимаете, это в принципе невозможно, а для него было возможно. И все, я в этот момент понял, не надо там ругаться, топать ногами, ла-ла-ла, как ты смог, а просто это сущностное расхождение по ценностям. Что-то для него допустимо, а для меня это недопустимо. И все, и в этот момент я принял решение, мы в течение месяца расстались. А с Максимом Хирковским? Это боль. Это, конечно, боль. Насколько подробно вам рассказывать? Насколько можете, интересно. Ну, пожалуйста. Первое, для меня это не рукопожатный человек. И, Максим, если ты сейчас смотришь, я хочу, чтобы ты это знал, и ты знаешь, что для меня лучше игра это отсутствие игры. И всегда, когда у меня... А, кстати, я могу сейчас достать смартфон. Вчера у меня спрашивали мое мнение про Максима Хирковского. Я вам сейчас покажу. Вчера. Вчера. И каждый раз, когда меня спрашивают мнение про Максима Хирковского, я прямо говорю, это не рукопожатный человек. Ага. Да. Вот. Пожалуйста. Что здесь написано? Какое здесь слово написано? Вчера. Вчера. Читаю. Владимир, приветствую. Можете дать ваше впечатление Максиме Хирковскому? для меня это не рукопожатный человек абсолютно чмо поняла спасибо вчера вчера да так вот почему в выгоде он был одним из менеджеров по продажам я учил продавать он толковый был шустрый он очень обаятельный он действительно хорошо продает и я сделал его на один месяц таким его по маркетингу потом он облажался везде где где мог и я его снял и просто оставил уже менеджер по продажам надо сказать что выгода тогда росла астрономическими темпами но что вы имели представление мы за полгода из 268 тысяч в феврале с рамином алиевым потом команда поиск людей с давидом схантили ребята с давидом шестером схантили ребят из группона и максима кстати тоже это 12 или 13 год и мы за полгода вышли представьте себе из 268 тысяч на по моему 27 28 миллионов сто раз за полгода на миллион доллар так вот он сейчас активно говорит и представляет себя как человек там у него такое позиционирование я был директором по маркетингу выгоды и выгода выросла там сто раз до миллиона долларов максим ты не мешк этому никакого отношения дружище пожалуйста не вводи людей в заблуждение виталий новиков имеет константин оставить артем кромочкин имеет юлия балычевская имеет саша григорьев имеет многие имеют ты как директор по маркетингу не имеешь никакого отношения к успеху выгоды пожалуйста прекрати людям морочить голову этого не было дорогие часы вы любитель скажите пожалуйста сколько сколько у вас их в коллекции и какие из них самые дорогие самые самые дорогие возможно для вас там памятные и по цене так у меня не коллекция дорогих часов у меня коллекция интересных механических старых часов например у меня есть очень классная омега я ее полностью реставрировал по моему 1887 год вас несколько раз видели на барахолке за этим да 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 я хожу на удельную и я в там выглядываю поэтому я регулярно хожу не только на удельную на блошиный рынок как кстати и в каждом городе но на авито выгнете регулярно сможете увидеть вы хотите именно конкретно старинные редкие часы механические технические хорошее коллекция подобрана редких часов советских времен у меня есть например полет 80-го года есть такая модель называется стадион такая овальная она вот такая классная очень интересный очень дизайн еще найти у ланжина есть такая модель часов тоненькие не помню как модель называется но тонкие буквально там полтора миллиметра так вот не ланжин их придумал их сделали в луч луч по моему минский часовой завод и у меня есть это в идеальном состоянии мне недавно мой ученик подарил я ему очень за это благодарен в идеальном состоянии луч по моему 73-го года тоненькие красивые очень часы вот у меня вот такие классные часы и да и да и дороги значит сейчас вам скажу элита смешка не знает что у нее никогда нет проблем с подарками мне на день рождения она не дарит коробки коробки специально для часов по моему там 8 и 8 ячеек для часов соответственно у меня две с половиной коробки это сколько получается 16 около 20 около 20 часов самая жемчужина коллекция по деньгам дорогая или рога ну это роликсу роликсу много ну как много быть нормально нормально 2000 евро 3020 это дешевые часы ну не знаю там полтора миллиона это было в тот период я купил достаточно давно это было в тот период когда я еще морочился на тему имиджа потому что знать я в принципе не очень не брендовый человек хотя у меня есть наверно там манечка я фанат рейдж оверов да вот вот это единственная такая бренд на вас какие часы слушать это это представьте себе простые часы которые мне подарил отец моей жены и вот мне просто понравилось это сочетание красного и черного это даже новым они просто прикольные и я уже могу себе позволить носить то что мне нравится просто потому что мне вне зависимости от цены и бренда да хотя так бывает что когда я прихожу на встрече если я знаю что я иду на встречу где это важно то я одеваю часы и как правило так бывает и ты и ты видишь такой взгляд значит ну ладно для кого-то это важно поверьте что для большинства успешных людей когда у андрея игнатьева сладимся 220 вольт это многие сотни миллионов долларов оборота и прочее прочее какие него часы на я думаю это максимально что-то универсальное и вот вроде джи шока какого-нибудь то есть противоударные водонепроницаемые или или же это обычный apple watch apple watch у меня есть очень классная модель вандербоды есть такое редкая швейцарская марка и у них есть magnum вот у меня есть этот magnum очень такой такой булыжник классный автопарк мариновича какие у вас автомобили сейчас и какими автомобилями вы владели как правило мне должно быть два автомобиля я сюда я себя чувствую тогда комфортно 1 но вот range over у меня сейчас 3 уже range over у меня были заходы в сторону audi в mercedes просто нас очень скучная марка не хочу все я положу мерседес это не моё знаете это вот ты садишься вот когда я сажусь в range over это моё это как как рубашка как вот вот знаете когда вот твое да уютно да уютно хорошо просторно высоко сижу высоко далеко гляжу а он был кстати очень классный ford explorer я купил его у кирилла остапенко турбированный машняцкий 460 лошадиных сил нажал и рванул просто крутая машина год она у меня побыла ну все равно range over вторая машина вас какая кабриолет и брали был кабриолет volvo был крутой кабриолет volvo 67 года я еще люблю старые машины например одно из моих хобби я иногда покупаю интересную машину и реставрирую ее где-то лет десять назад и купил линкольн town car 78 года знаете такая шестиметровая такая штука не не лимузин вот этот распиленный и увеличенные а ну вот он настоящий я вот реставрировал я поездил потом мне это надоело вот это вальяжное ватное движение и я его продал а сейчас жалею что продам надо было ставить пускай чё там кабриолеты volvo бмв mercedes и в прошлом году я сделал такую прикольную вещь я купил военный транспортер переднего края мне не понравилось что у него слабый двигатель и я поменял этот двигатель на субаровский сейчас там полностью все перестроено там субаровский двигатель тойотовская коробка и это конечно зажигалка то есть это такая реально табуретка тоже кабриолет я считаю что это кабриолет там одно водительское сидение прямо посередине руль посередине ну и там два таких убирающих как в одной этой машины очень лаконичные пассажирские сиденья я уже летом гонял на этой машине конечно но это реально мозгокрыша снос три трека которые должны быть кабриолете мариновича когда он заводит мотор queen выбрал ракю пинк флойд маны я очень люблю пинк флойд и и queen и третий есть он арен мейден такой старайзер мне очень нравится эта вещь вот три вещи пожалуйста крутяк сколько времени вы живете в санкт-петербурге с мая 87 года сейчас вы в центре живете на петроградке у вас там квартира до сколько комнат дать за комнат немного просто квартир большая просто квартира большая большая 120 метров то больше но очень большая она большая просторная и крыши я просто фанат этого а у когда крыши но просто петроградка вы знаете старый район петербурга я всю жизнь мечтал про этот вид крыши так смотришь так зубки чистишь и перед тобой крыши небо деревья косово приобрели красота года три четыре назад сколько это по деньгам но сейчас она наверное наверно 25 29 30 миллионов так где-то поговорим о той самой женщине которая стоит у вас за спиной подает патроны а давайте так я сейчас вам отвечу и мы перейдем к следующему вопросу без проблем главный смысл существования женщины рядом с мужчиной это создавать ему ресурсное состояние и у меня она есть следующий вопрос это женщина это ваша жена следующий вопрос ваша цена то что объединяет еду секс и спорт они должны быть регулярными точно с едой проблем нет секса не знаю а шо по спорту владимир плавание это два раза в неделю 30-50 бассейнов так без фанатизма и еще наверное если бы не возраст я бы а может быть кстати почему бы нет может быть я еще вернусь в дзюдо потому что все равно вот вот мне нравится вот борьба мне нравится а вообще плавание ваши цитаты из интервью я никогда не беру на работу мужчин до 27 женщин до 25 и психологов почему что вам сделали эти люди а вам сколько мне 32 до нормально значит ну конечно не совсем так но сейчас объясню конечно есть исключение просто дело в том что женщины до 25 они как и мужчину до 27 они не решают твою задачу развития бизнеса они решают другую задачу какую почему конкретная цифра почему конкретно а потому что зависит по биологическим часам женщина становится взрослой после 25 а мужчина становится взрослым после 27 я сначала это на практике увидел вычислил а потом прочитал это это так возможно это будет зависеть человека конкретно от личности это конечно сформировался раньше вы правы но таких единицы от меня же ждут каких общих правил так вот общее правило начнем с том что из 100 женщин до 25 90 не думают о продажах о выполнении плана о кипя их ответственности перед работодателями и тому подобное что они думают о чем а личной жизни одеть их где они да точно где ты герой на белой мерседесе который меня отсюда увезет причем я хочу чтобы понимали я не отношусь к этому с ирони это святое это правильно это хорошо просто не ожидайте друзья что эти люди будут давать вам максимальную эффективность потому что эффективность не входит в список их ценностей вот реалистите да да это еще приоритете а у парней до 27 наоборот и тусовка вместе там ла пиво друзья футбол и большое количество женщин до 25 точно да и убежать побыстрее примерно а зато после 27 когда уже первый ребенок жена семья все это уже вот люди с которыми можно договориться конечно тоже есть исключение и вы их тоже ну знаете в ассоциации такие есть а психологи это вообще особая история потому что они себе уже заранее все простили они себе заранее все простили они что-то не сделали ну ну да вот я такой вот я такая личность и такая личности и и просто я должен себя принять таким какой я есть у меня была подчиненная психолог 32 года взрослый человек 32 взрослый человек взрослый человек и она тупо не выполнила одну задачу причем задачу элементарно не выставила счет счет не был оплачен я не заработал денег не надо было продавать не надо было там бороться с неприятелем да там побеждать в кровавой схватке конкурентов ничего не надо было просто выставить счет и получить деньги на счет она этого не выполнила не сделала я у нее спрашиваю почему как думаете что она мне ответила не успела не смогла не сделала но она уже себя простила изначально и преподнесла это на таких щах что а что-то такого ну да ну так получилось да еще круче еще кроме какой ответ я у нее спрашиваю почему не сделала она отвечает не знаю простите я не знаю что я не готов к этому точно знаете что у меня был словно большой палец правой ноги на дзюдо и вот я клянусь большим пальцем правой ноги то что я сказал это правда вот вот как работать с человеком который даже не удосужился не думает от вас какой-то я не знаю все я в этот момент не расстался я понят владимир у вас день рождения 8 декабря и приглашая людей вы оглашаете одно условие что вы просите не дарить ни деньги ничего просите приносить детские подарки расскажите зачем детские детские игрушки детские игрушки детские подарки шоколады вот то что в магазинах продаются знаете вот эти наборы с дедом и морозами с конфетами есть три направления куда мы бизнес школа вверх делаем конкретную помощь это люди которые страдают аутизмом не знаю страдают аутисты второе это инвалиды колясочного спорта ну в общем понятно да и действительно просто ну как это просто детский дом и вот в прошлом году мы собрали на мой день рождение 186 подарков в этом году я поставил план я же помню цель план задачи до возле ровно чтобы цель 500 подарков и я точно знаю что мы это выполним поэтому я и пишу об этом пожалуйста не дарите мне никаких там джуни-бокеров серебряных ручек газу ничего от этого не рада беру подарками приносите просто подарки у кого что есть игрушки детские подарки шоколадные наборы конфеты да все что это все вот пойдет пойдет этим лучшая мотивация для владимира мариновича что движет вами каждое утро вставать вот идти на работу работать допоздна ради чего совершить невозможно это вызов есть 7 основных мотиваций деньги стабильность самореализация комфорт вызов и для меня наверно вызов и самореализация это две главные мотивации самореализацию у меня обязательно должна у меня должна быть возможность сделать то что я хочу это прям ну кровь из носу и второе это вызов это еще должно быть что-то этакое вот 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 чтобы никогда никто до меня вот эти две вещи должно у меня должно быть должна быть возможность реализовать мои решения и второе сделать что-то что не делал никто кроме меня вы же в наоби знаете это же круто когда же снимаю что ты стоишь в начале и вот это зернышко она начинает прорастать она растет растет там ветер гнется но не ломается растет и становится однажды большим деревом ну вот как русский стандарт улыбка радуги get да это уже большие проекты как они все начинались с ничего с кого-то первого шага я как раз думаю что главное меня мотивации 2 это делать то что я хочу и второе чтобы это было новым как вы отдыхаете с первой субботу воскресенье я стараюсь не занимать это там семьей у меня чудесный маленький сын и мои дети я их очень люблю их четверо они чудесные вот и exit и у меня есть уникальная технология раз в два месяца мы обязательно семьей и куда-то на три-четыре дня вот таких странах и побывали уже это кстати слушайте это хороший вопрос потому что уже даже и ездить как-то некуда но наверно очень нравится португалия очень нравится юг франции очень нравится север италии да вот сюда в финляндию то вообще ну вот самый красивый город вот в котором вы побывали с семьей или сам что куда бы вы вернулись если вам сказали самый красивый город поедь в него и это город опять врасплох точный вопрос хорошего проговорить значит на юге франции господи по моему не суас называется это небольшой город он еще с римских времен это невероятно небольшой город там еще римские вот эти все амфитеатры и там есть маленький рынок и в субботу воскресенье 67 утра туда приходят все вот эти записаны пекари те люди которые делают там очень вкусные гусиный паштет или там приходит лоточник со свежими устрицами эти устрицы можно открыть там лимон пару капель выдавить и вот это просто просто невероятно вот этот город на меня произвел астрономическое впечатление не лондон не париж да конечно конечно вот это маленький город не вас самое увлекательное как говорят сейчас cool story из история вашей поездки семьей что вот так самое такое необычное смешное интересное курьезное что у вас произошло это мы не договаривались это было в это было в юрисалиме там если вы были в юрисалиме по дороге когда ты идешь к стене плача там ряды торговцев и у одного из этих торговцев я купил там классные такие кожаные сандалии и я расплатился вместо 50 шекелей дал 50 евро но это принципиально другая сумма через час я увидел что мне нет не хватает 50 евро и своему сопровождающему я сказал давай вернемся и я хочу с ним поговорить и он говорит невозможно тебе никогда в жизни никто ничего не вернет все это же на рынке попробуем я вернулся туда из показал вот сандалии вот я вас купил и я вместо 50 шекелей заплатил вам 50 евро он горит окей подожди и если у меня там есть 50 евро то все мы конечно он посмотрел буквально смысле отдавки 50 евро я ему дал 50 шекелей и я на радостях за этого купил у него еще две пары этих самых сандалий человек который меня сопровождал у него просто были глаза но буду же как это возможно возможно поэтому договориться можно если не обо всем то ну а многом один из основных наших вопросов конец 2018 года куда вкладывать бабки есть правило и это правило никто не отменял ну точнее их два если вы хотите твердые деньги если вы хотите твердый доход а а а часто хотят твердый доход но в картине мира твердое это чтобы хотя бы победить инфляцию да ну сколько там начаться там 7 10 процентов но соответственно кладите деньги на счета в банке в разных банков в три разные корзины евро доллары рубли 3 3 3 3 либо инвестируйте в недвижимость я инвестирую в однокомнатные квартиры это очень ликвидный товар главное есть несколько принципов эта квартира должна быть не больше чем 10 минут пешком от метро однокомнатная квартира 40 метров вот параметры по которым я покупаю эти самые однокомнатные квартиры вот если же хочется больше чем победить инфляцию ну там 7-10 процентов то тогда здравствуй риски тогда например я играю в эти самые стартапы и всякие там соответственно инвестиции аукционы по банкротству прекрасная возможность только это же надо работать поэтому если вы говорите про инвестиции они про работу а мы говорим про инвестиции то я не отвечаю про инвестиции если про работу и где можно заработать тогда как эксперт как специалист по банкротством вы можете стать либо инвестором либо собрать деньги инвесторов и брать свою комиссию с этих и лет вы же знаете да кто больше всего заработал на золотой лихорадке те кто продавал лопаты кирки и лопаты да и вот эти вот лотки вот здесь ровно то же самое поэтому коллеги вот где там мы же могли купить много машин эти но могли мог купить много машин почему-то мы знаем в чем мы сильны маркетинг и продажи здесь ровно то же самое если вы хотите работать на этом рынке и стать экспертами и зарабатывать на своей экспертизе то просто привлекайте инвестиции и получаете процент с каждой с каждой сделки которую вы организовываете но как только вы берете деньги под себя вы становитесь инвестором и да у вас есть возможность заработать и 30 и 40 50 60 и 80 процентов абсолютно законно абсолютно легально почему я активно помогаю развитию национальной ассоциации аукционных брокеров но при этом вы и риски получаете помните с чего начал две стратегии если хочешь твердая тогда либо однокомнатной квартиры либо три валютные корзины и в разных банках если хочется больше заработать тогда я рекомендую оставайтесь все-таки экспертом и получайте свою комиссию с каждой сделки который вы организовываете для инвесторов но если вы сами становитесь инвестором то это уже другая история и да там можно много заработать но и можно много потерять последняя рубрика наша это мотивация от успешного человека он камера вперед друзья я не считаю себя успешным человеком потому что мы карте мира успешный человек это такой это такой вот такой успешный человек вот он идет у него нет прыщиков на заднице у него там все ладится бензин никогда не заканчивается ты вовремя делаешь техническое обслуживание ну чем все получается нет да все в порядке с говном с граблями эти у меня даже есть такая такой любимый образ что объединяет меня ежика знаете и у него у меня колючки на спине просто у него от природы от граблей которые я пособирал поэтому я не могу сказать что я успешный человек а человек который занимается тем что ему нравится получает от этого кайф и знаете у вас может быть разные вы сделать для себя выводы из нашего интервью но надеюсь что вы сделали главное вот что я психически здоровый человек со своими там конечно как это обычно особенностями фокусами тараканами но мне нравится я владу с самим собой и ключ для этого очень простой это не имеет отношения никакого количеству денег машина на которой ты ездишь на часы которые ты носишь это имеет только одно ты должен быть счастливым это главное ваше предназначение быть счастливыми делаете только то что вас делают счастливыми и не делаете того что вас не делают счастливыми ну и давайте чтобы понимали почему я сейчас здесь хотя у меня было конечно возможность тут не быть но я здесь я даю это интервью хотя действительно вопросы могу сказать неожиданные не банальные не шаблонные я здесь потому что я вижу людей которые работают в национальной ассоциации аукционных брокеров это люди которым искренне нравится то чем они занимаются мы же сейчас не могли минут 15-20 начать интервью потому что мы продолжали решать какие-то вопросы стратегического развития в девятнадцатом году да вот с кириллом и с алексеем и вот это постоянное размышление как лучше как выше как дальше как больше как вверх это то что делает меня счастливым итог что ко мне привлекает людей которые точно даже думают и они хотят быть счастливыми поэтому будьте счастливыми поздравляю вас с наступающим новым годом занимайтесь тем что вам нравится не занимайтесь те что вам не нравится больше двигайтесь больше плавайте меньше есть и ешьте мясо и алкоголя и вступайте в национальную ассоциацию аукционных брокеров потому что тут работают правильные увлеченные люди на этом все друзья с нами был владимир маринович беляев александр вы на канале национальной ассоциации аукционных брокеров подписывайтесь на канал ставьте лайки обязательно переходите на канал владимира смотрите у него очень много интересных видео у него потрясающие тренинги владимир спасибо большое что пришли это было очень интересно и я могу сказать вы крутой помните как в этом пронизирует а ты крутой круто если вы мне очень приятно это прямо прям очень круто уметь задавать правильные вопросы это большое свойство большого ума спасибо большое спасибо владимир всего доброго ребята пока